Приветствую вас. Как вы понимаете, я надеюсь, что первая любовь бывает у всех, и последующие отношения, когда это уже такие спокойные, более взрослые отношения тоже бывают, но первая за счет своей высокой эмоциональности, за счет высокого уровня эмоциональности, вот, при наличии у человека проблем и при отсутствии поддержки, наверное, у человека способны его травмировать. Что с вами и произошло. Ибо расслабление, которое у вас случилось с вашим первым мужчиной, да, первой любовью, что оно, в принципе, нормально. То есть это оно вот так, вот так все обычно и происходит. Но не совсем нормально, что вы играли в игру, что вы, по сути, от него зависимы. Что эта вот любовь, она стала частью вашего фундамента личностного. И любовь, вот, как бы, призвана здесь залатать дыры, заполнить те пустоты, которые у вас были до встречи с человеком. Вот. Скорее всего, это определенные проблемы в детстве. Скорее всего, это определенные трудности в семье. Потому что, например, уже с мужем вы пишете, что он вас обижал неосознанно. А обидеть можно только в нескольких случаях. Это в случае, например, в случае, например, неоправданных ожиданий, в случае неустойчивого образа себя самой, в случае попытки приложить ответственность за себе, ну, за свою жизнь на другого человека. И при наличии склонности к манипуляции. То есть обиды — это всегда манипуляция тем, на кого обижаются. Попытка. А манипуляция, в свою очередь, это защита человека от собственной уязвимости. Вот. Судно рассмотреть, в чем ваша уязвимость. Глобально, глобально, вы говорите про призраки, про то, что сравниваете себя с... Значит, про то, что сравниваете своего первого мужчину с мужем. Вот. И так далее. Ну, по сути, вам нужно увидеть самое главное, как связаны чувства к нему, к мужчине. У вас с... С вами. То есть очевидно. Совершенно. Совершенно очевидно, что речь идет про... Ну, вот, как говорится, разрезание по-живому, да? То есть вот это... Для вас болезненно. И... Глупости разрыва. И последующие действия. Все это эмоционально для вас окрашено и имеет... Ммм... Тот контекст... Которым... Обладали ваши проблемы. В тот момент. Ваши трудности. А вы говорите про самооценку. Ну, да, самооценки нужно работать, но, вероятно, здесь еще не только самооценки, да? Речь идет о том, что... Вы нуждаетесь в любви. Вот. Ну, может быть... В чем-то еще. Например, вам хватает... Сонтанности. В вашей... Ну, реальной... Вот, текущей жизни. Вам не хватает... Некой такой... Такой... Может быть, импульсивности. И ведете вы себя... Ну, вероятно, слишком как... Взрослая. А... Хочется... Наверное... Побыть еще... Девочкой, да? Ребенком. Вот. А это можно сделать... Вот. Только вот с первой любовью. А вы не доиграли. То есть у вас остались, видимо, еще... Некие... Потребности к тому же побыть девочкой. А вот... Побыть девочкой со своим мужем... Вы... Вы не можете, потому что он вам не отвечает... А... Ну... Заимностью. За себя... Для себя... Вы этого делать... А... Судя по всему... Тоже не готовы. Вот. Отсюда и трудности. То есть вы готовы... Быть вот... Ребенком для... Мужчины... Первого... Первого мужчины своего. Но не для себя. Вот. В чем... Собственно... Отсекает... Ну, в чем... Трудность ваша. Вот. Ммм... По поводу клиники... Хочется сказать, что психологи не ставят диагнозы и ни в какие клиники не направляют. Вот. А... Мы работаем все-таки именно с человеком, а не с... Постановкой диагноза. По крайней мере... В такой форме. Да? Заочно. Видя только ваш текст. Вау... Вау... Ммм... Дальше, значит... А... По поводу... Картинки... Идеальной... Которую вы себе придумали. Ммм... или нехватки романтики. Знаете, возможно это, возможно все это есть, но самое главное, на что вам нужно обратить свое внимание, это незавершенность. То, что в психологии называется как незавершенный гистальт, что если у вас отношения с этим человеком, да, не прожиты. Вот та реакция, которая у вас появилась, она про то, что вы не прожили еще в полной мере то, что чувствовали или чувствуете, вот, и прожить хочется, прожить хочется. Ну, вы по крайней мере в этом нуждаетесь, в том, чтобы прожить. Вот, поэтому вам нужна помощь, наверное, в первую очередь в этом, а в том, чтобы прожить это все. Вот. Тогда уже вы сможете двигаться дальше. Вот. Вот. Ну а... Пока... Пока... Пока стация не изменит. Ну, не изменит. Вот. Вот. Вот так вот то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится и вы сможете либо с нашей помощью, либо самостоятельно двигаться дальше. Надеюсь, я могу вам сказать, что с ней не было. Пока. Пока. Пока.